Как работают гены в многообразии скелетных и сердечных мышц человека? На этот вопрос ответят ученые Казанского университета, исследования которых помогут решить проблему устаревающего населения. Это в первую очередь проблемы ортопедии, это сердечно-сосудистые и скелетно-мышечные заболевания, атрофия мышц при госпитализации, при неподвижности, ну и, конечно, большой вопрос спортивной генетики. Результаты исследований могут принести большой вклад в развитие генной терапии, использующейся, например, в лечении мышечной дистрофии. Уже есть запатентованные, выпущенные на рынок, лекарственные средства генетерапевтические, которые как будто подсовывают, вместо сломанного гена работают в клетках и, соответственно, производят недостающий белок, правильную его форму. Но сейчас основные подходы – это создание таких вот генетических конструкций, которые будут активно работать в клетках, но они не обладают специфичностью, то есть они работают не только в мышцах. Благодаря работе ученых Казанского университета эти лекарства смогут работать только в необходимых областях, при этом не влияя на работу других органов человека. Это многократно повысит и эффективность, и, главное, безопасность, в том числе и, знаете, психологическую безопасность использования таких вот решений, потому что все мы боимся ГМО, все мы не хотим, чтобы у нас выросло что-то не там, где мы хотим. И, в общем-то, это вклад и научный, и такой социальный на самом деле. Руководить работой будет Йошихида Хаяшизаки, давний партнер Казанского университета и сотрудник Японского института Рикен. Человек, который имеет опыт создания целой программы геномных исследований на уровне целой страны. То есть именно благодаря ему 20 лет назад был выбран определенный вектор развития японской генетики без преувеличения. Кроме того, исследования пройдут с поддержкой российских биобанков и группой ученых, которые также предоставят биообразцы, отражающие заболевания мышц. И если мы сделаем такую выборку, которая будет содержать сотни мышечных образцов, мы получим недостижимую до настоящего времени глубину исследований. Мы определим сотни, десятки тысяч фактов регуляторных элементов, которые работают исключительно в мышцах. И вот такой вот секрет, что где-то на самом деле в геноме не было ничего, думали, что там пустое место, а на самом деле там какой-то включатель или выключатель гена специфичного для мышц находится. Именно эти знания мы получим в рамках реализации проекта. На реализацию поставленных задач выделено три года. Ранее, еще до получения гранта, ученые Казанского университета организовали пилотный проект в этой области. И, по словам Олега Гусева, три года – достаточный срок, чтобы продолжить исследования и получить первые серьезные результаты. Диана Желенкова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова